здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос что значит благими намерениями выслана дорога в ад это значит что человек очень часто свои греховные намерения прикрывает какими-то благочестивыми или добрыми целями ну например лозунги революционеров россии земля крестьянам фабрике рабочим вода матросам благие лозунги до во что это все вылилось в кровь миллионов людей загубленные десятки миллионов погубленных судеб в разрушенной семьи в полностью разоренную страну когда в этих лозунгах нет бога когда в них нет желания угодить богу тогда очень часто это это приводит только к страданиям других людей так бывает не только в масштабах страны так бывает масштабы семьи например мать хочет и дальше контролировать своего сына когда он женился уже давно она начинает ненавидеть невестку потому что невестка этому сопротивляется потому что оставить человек отца свою матерь свою прилепиться жене и будут в одной плотью и это великая тайна как говорит апостол павел и это тайно подобно тайной церкви взаимоотношения христа и церкви а мама этого не хочет никак принять она рожала кормила носила воспитывала своего любимого единственного сына и вдруг теперь он сначала муж какой-то непонятной пигалицы как она считает а потом уже ее сын да не бывает такому вот у нас был знакомый человек у меня который страдал алкогольной зависимостью он зашил ампулу и не пил какое-то время и жил с семьей и с дочкой очень хорошо а мать никак не могла этого пережить она звала его в гости он приехал к ней вот она дает ему пиво мамуль ну ты же знаешь что я не могу пить я зашит она безалкогольная сын выпивает маму горит она как раз алкогольные эти обманулы видишь эту ампулу это сказать просто пшик такой эти обманули и сын срывается в запой полторы недели он у матери он пьет он его рвет все это ужасно у него разваливается его работа вся жена в ужасе ребенок в ужасе но он зато с мамой она счастлива понимаете она это делает из благих намерений спасти его от невестки ей кажется что так по любви но это такой гротесный случай но сколько в наших взаимоотношениях самыми близкими людьми муки для них потому что мы считаем что так правильно знаете вот в евангелии от луки когда рассказывается о том как христос пришел в дом лазаря марфы и марии и марии сидел у ног иисусова а марфа хлопотала по хозяйству вот об этом очень хорошо сказано марфа подходит к нему и она вся раздражена на вся в гневе она говорит скажи ей чтобы она помогла вот в этом такой удивительный образ мы очень часто от бога требуем и хотим чтобы он дал всем нашим окружающим понять как они с нашей точки зрения должны себя вести мы даже от бога этого требуем и вот эти благие намерения они просто все разрушают не просто все уничтожают потому что на самом деле в них себелюбие гордыня и эгоизм окажется что это благие намерения внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а